немножко о ходьбе о ходьбе при коксоартрозе там тоже можно ее разделить на несколько фаз первая фаза когда вы выходите из дома и если вы знаете как правильно ходить вы первые там 100 200 300 500 метров у каждого дистанция своя начинаете отрабатывать правильный ход правильный паттерн правильное движение то есть пятки на носок там на большой палец ну кто знаком с этим тот понимает о чем речь кто не знаком заходите ко мне в группу я вам все это расскажу объясню но у вас естественно болевые ощущения там наступают там через 500 метров у кого-то через 800 у кого-то через километр и очень трудно контролировать правильную ходьбу с болью но когда вы немножечко потренировались с этой ходьбой следующий этап постарайтесь отвлечься отключиться то есть так как вы ходите будучи здоровым человеком вы не думаете о ходьбе она идет автоматически если вы научитесь расслаблять ноги боль будет меньше боль из-за того что вы все время находитесь напряженном состоянии напряжение усиливается при часто многоповторных движениях и она не ослабевает постарайтесь максимально расслабленно ходить психологически отключите себя от этих болевых ощущений дайте больной ноге свободы чтобы она легко легко шла ли легкий шаг был легко выбрасывалась там очень много зависит от головы от вашего психического состояния сразу это не получится постепенно постепенно вы поймете о чем я говорю это может быть фрагментами это может быть вы идете идете в напряжении потом поймали расслабление прошли буквально 20 метров и у вас опять вот на расслабление да потом опять у вас напряжение чередуйте вот такими фрагментами небольшими и потом эта дистанция будет увеличиваться постоянно отключайте свой мозг от этого излишнего напряжения все всем пока живем без боли ссылку на свою группу закрытую я оставлю внизу под видео в комментариях пока